И так, уважаемые, очередная встреча с вами. Подбираю всегда интересные материалы, которые дают вам всестороннее качественное развитие по пчелам. Я думаю, если вы ведете дневничок, то записывайте видео такое-то или ставьте лайки, оно будет у вас всегда сохранено на вашем канале. Но лучше всего скачать, как говорится. И если не скачали, то подписывайтесь на мой канал, чтобы такой ли будет интернет, вы сможете тогда пользоваться. Может, если интернет отключат или какая-то проблема, у вас на hard drive скачано, то есть специальная память. Вы можете включить компьютер и всегда просмотреть. А то, что вы записали в дневничок, каждое видео под номером и короткое описание. Называется так, три статьи в этом видео, как подсадить маток. Пять разных способов, самый лучший способ, который мне понравился. И так, вы быстренько включили видео, пришли вам матки, просмотрели. Окей, знаете, степс-бай-степс, что вам делать, какая первая часть, какая вторая часть, какая третья часть. Подготовили, сделали, и у вас удача будет сопутствовать. Итак, друзья, еще один человек пишет обмен опытом. 1958 год, номер 10, журнал. Небольшая статейка. Сохранение запасных маток в зимнее время. Это очень простой способ. Вопросу сохранения запасных плотных маток в зимнее время посвящено немало опытов научных работ, но все рекомендуемые способы сводятся либо к содержанию маток в нуклеусах, либо к содержанию их в специально оборудованном для этого ульях. Это связано с лишним расходованием корма и необходимостью иметь место в зимовнике. В литературе я не мог найти описание способа зимнего содержания двух плотных маток в одной семье. Убедившись в том, что матки двух семей, разгороженные решеткой в улье, не проявляют одна к другой никакой враждебности, я решил использовать такую возможность для сохранения запасных маток в зимнее время. Для этого в порядке опыта взял 4 семи пчел. Осенью 1954 года, после главного взятка, при составлении гнезд на зиму, в каждой из этих семей отыскал матку. Сразу же после этого улья перегородил на две равные части глухой перегородкой в виде диафрагмы. К отделению, где не было матки, после того, как пчелы почувствовали сиротство, я присоединил целиком весь нуклеоз. Пчел стряхивал в безматочное отделение улья, а рамки с расплодом их было мало, отдавал другим семьям, если им не было места в безматочном отделении. После выхода расплода, если они не нужны семье, их можно отобрать в запас. По присоединению нуклеоза в глухую перегородку я заменил перегородкой из мелкой решетки, через которую не могли проходить пчелы, но свободно проходил воздух, и пчелы образовывали один общий клуб, разороженный решеткой. В таком положении семьи пошли в зимовку. Все матки хорошо перезимовали. Весной таких маток я использовал для исправления безматочных семей, а также в качестве маток-помощниц и для образования ранних отводков. При удалении из улья решетки безматочная семья легко соединяется с основной семьей и превращается в сильную. Описанный прием содержания запасных плодных маток дает возможность сэкономить 4-5 кг меда от каждой из запасных маток в зимнее время, а главное увеличить количество запасных маток без каких-либо затрат для этой цели меда и без увеличения площади зимовника. Хочу сказать, что матки в зимнее время, вернее пчелы в зимнее время проявляют самое минимальное враждебное отношение к маткам, даже если они находятся в одном клубе. Главное, матки когда встречаются, они могут друг друга убить. Главное, чтобы матки не встречались. И как мы видим, у него была разделительная решетка, перегородка сплошная, туда подсаживал, а потом поставил, глухую перегородку убрал, заменил перегородкой из мелкой решетки, через которую не могли проходить пчелы. Итак, друзья, сначала он использовал разделительную решетку, в улику стояла разделительная решетка, а потом он, так сказать, ставил туда глухую перегородку, выводил, если это лежак, а потом соединялась они в одно место в клуб, один клуб, через сетку разделительную. Итак, я хочу вам показать, нашел другую статейку, как человек здесь пользовался этой штучкой, как он сделал универсальную диафрагму с окном из рамок разделительной решетки и металлической сетки, размером ячеек 2,5 мм. То есть пчелы не могут проходить, пчелам надо, вот пожалуйста, посмотрите, вот такого порядка, видите, вот она, вот она стоит, деревяшки снизу, а сверху можно заменять на 8 мм, 8 см, это полоска разделительной решетки вставляется, а сверху сетка, сетка, эта сетка может, видите, сетка сверху темным, она тоже 8 см, то есть взаимозаменяемая, можете вставить дощечку, у вас будет глухая перегородка, можно вставить разделительную решетку посередине, это у вас будет пчелы переходить, а можно поставить сетку, вот, а можно полностью сетку сделать с разделительной решетки, это универсальная перегородка, которую предлагает один из пчеловодов. Итак, друзья, я вам показал, как она работает, как можно сделать, хочу еще небольшую статейку прочитать вам, я читал уже эту статейку, а переносим я ее с пчелами, это обзор писем читателей, когда была поставлена статья о переносе яиц пчелами, то многие пчеловоды прислали отзывы, и я хочу прочитать, многих пчеловодов интересует вопрос о возможности переноса яиц пчелами, после обубликованной в журнале пчеловодство номер 1 за 58-й год, в статье Терещенко, пчелы переносят яйца, в редакцию стали поступать письма, в которых пчеловоды сообщают о своих наблюдениях, вот некоторые из них, в 45-м году Глухов, пчеловод колхоза имя Калинина, Киринского района, Читинской области, в известиях Клуба естествознания и географии, опубликовал статью к биологии домашней медоносной пчелы, в которой утверждает, что рабочие пчелы могут переносить пчелиные личинки и яички из пчелиных ячеек в маточные мисочки, и закладывать на них маточники. Убедили в этом товарища Глухова следующие факты. Во время весенней ревизии на одной из пасек он обнаружил в одной семье отсутствие расплода, хотя в семье имелась матка. Пришлось ее удалить, а в семье поставить контрольную рамку с молодым засевом. Через три дня при осмотре семьи маточники были найдены не только на подставленной рамке, но и на соседних, где расплода не было. Автор также был свидетелем того, что пчелы отстроили маточник на диафрагме. В нем была личинка. Пчеловод утверждает, что только пчелы могли перенести в этот маточник личинку, так как до отбора маточников матки в семье не было. Читаем следующий отзыв. Чернышов из города Архиева. Молдавское СССР приводит два случая переноса яиц пчелами. 11 февраля 1958 года в одной из двух семей, зимовавших в уле и лежаке, во время беглого осмотра было установлено, что пчелы заложили свящевые маточники. Наличие яиц в безматочной семье пчеловод объясняет тем, что их перенесли пчелы из соседней семьи, в которую могли проникнуть через перегородку. Вам понятно? Перегородка, то есть в одном улику была разделительная перегородочка стояла, и по-видимому эти две семьи имели одинаковый запах. Здесь пропала семья, вот они могли перетащить, потому что свободно могли пустить в другую отводочек. Далее читаем. Сомнительными является то, что не только пчелы, но и матка могла пройти во вторую половину. Ну вот так они предполагают. Интересный факт проводит пчеловод Денисов из Белгородской области. Чтобы ограничить откладку ей с маткой, во время главного взятка пчеловод изолировал ее и заключил клеточку. Через 11 дней при очередном осмотре гнезда на соте, немного ниже клеточки с маткой были обнаружены маточники и разновозрастный пчелиный расплод. После того, как клеточку с маткой удалили из гнезда, засев больше не появлялся. То есть, друзья, у меня тоже такие методы были, что проверял, там где стояла клеточка, прям под клеточкой пристроили маточник и заложили, и уже там, как говорится, личинка была. Далее читаем. Чунихин из Белгородской области также разделяет мысль товарища Терещенко о переносе яиц с пчелами. На пасеке он сталкивался со многими случаями, указывающими на возможность переноса яиц. Например, безматочную семью он ставил контрольную рамку с разновозрастным расплодом. Через 3-5 дней при проверке на приемы он обнаружил маточники не только на подставленной рамке, но и одну мисочку на соседней рамке с одной двухдневной личинкой. В данном случае можно только предположить, что это яйцо отложила не трутовка. Я проверял, у меня выводились матки, у меня есть видео, зачем пчелы переносят яйца, вы можете посмотреть. Пример аналогичный проведенному Чухниному описывает пчеловод дворников из Чернигова. Очень наглядный пример выводит пчеловод-любитель, мамитюк из города Минеральные воды. В семью, потерявшую матку и не имевшую открытого расплода, была подсажена матка в клеточки, выпустили ее только через 5 дней. И при этом оказалось, что клеточки пчелы надстроили сотик в виде языка и во все его ячейки положили по одному яичку. В соприкасающейся к клеточке ячейках соты также были найдены яички, причем отложенные строго одно к одному. При осмотре гнезда другой матки не нашли. В дальнейшем из этих яичек вышли нормальные на внешний вид пчелы. Мнение товарища Терещенко разделяет и пчеловод-любитель Ковалев из Гумельской области. Он приводит случай, когда в гнильцовой семье в мае была изолирована матка. После окончания взятка в 3 декаде агуста в этой семье оказался расплод и матка. Вы слышали, когда она была изолирована? Кто внимательно слушал? В мае осмотрели эту семью, знаете, когда? В 3 декаде агуста. За такой промежуток, это в 20-х числах агуста смотрели, а в мае за 3 месяца, естественно, пчелы усиленно кормили изолированную матку и выхватили яичко. Далее читаем. Пчеловод предполагает, что пчелы принесли на сот яйца, отложенные на стенках клеточки, и использовали их для вывода новой матки. Я такие опыты проводил, гарантирую вам, что пчелы свободно переносят яйца, и тем более, когда матка существует в гнезде, это эти отложенные в специальную мисочку яйца, они выводят как матки тихой смены, хорошего качества, такие матки не пойдут на роение. Итак, друзья, на сегодня все. До следующего видео, до встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Удачи вам, хорошего развития по пчеловодству. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok